Уважаемый Имамалий Шарипович, уважаемый главы государств Центральной Азии, уважаемые участники, приветствую вас на пятой консультативной встрече глав государств Центральной Азии. Выражаю признательность уважаемому Имамалию Шариповичу за оказанное гостеприимство и организацию сегодняшнего мероприятия. Пользуясь случаем, хочу также приветствовать президента Азербайджанской Республики, уважаемого Ильхама Гейдарьевича Алиева и специального представителя генерального секретаря ООН, главы регионального центра ООН по превентивной дипломатии для стран Центральной Азии, господина Каху Иннадзе. Наши консультативные встречи создают благоприятные условия для поддержания регулярного диалога на высшем уровне, а также значительно укрепляют взаимное доверие между нашими государствами. Уверен, что наша совместная работа, постоянный диалог и общение на основе взаимного уважения, учета интересов друг друга в духе добрососедства позволяет преодолевать все препятствия и трудности, развивать и поддерживать чувство общности, интересов и единства народов, населяющих с незапамятных времен наш обширный и богатый регион. Для Крыговской Республики приоритетными направлениями сотрудничества в Центральной Азии являются расширение и углубление торгово-экономических связей, водно-энергетическая сфера, диверсификация и расширение транспортных коридоров, укрепление транзитного потенциала, решение проблем ирегации и мелиорации, расширение культурно-гуманитарных связей, включая в первую очередь сотрудничество в сферах культуры, туризма, образования, реализации совместных проектов, принятие согласованных мер по обеспечению общей безопасности в регионе. Уважаемые главы государств, вопросы адаптации к изменению климата, использования водных ресурсов и взаимодействия в энергетической сфере приобретают все большее значение. В последние годы в мире в целом и в особенности в нашем регионе все сильнее ощущается негативное воздействие изменения климата. Наблюдаются аномальные морозы, чрезвычайные ситуации, длительная засуха и маловодие. В результате зимой у нас в Кыргызстане и в соседних странах Центральной Азии из-за аномальных холодов резко выросло потребление электроэнергии, а летом из-за засухи и маловодия повсеместная нехватка воды. Думаю, для всех уже стало очевидно, что воды с каждым годом будет все меньше, а потребность в ней будет все больше возрастать. Хочу подчеркнуть, что несмотря на сложные природно-климатические условия, Кыргызстан ответственно и в полной мере выполнял и продолжает выполнять свои межгосударственные обязательства по водным ресурсам, несмотря даже на ущерб, который наносится из-за маловодия водохозяйственным и гидротехническим объектам страны. Наблюдаемые негативные тенденции заставляют всех нас задуматься. Это предполагает необходимость полного изменения отношения к воде, как к необходимому условию жизнеобеспечения для всех нас, здесь живущих, а также для наших грядущих поколений. Для рационального использования водно-энергетических ресурсов в Центральной Азии нам необходимо принять кардинальные, конкретные и эффективные меры, прежде всего, по привлечению водной и водно-энергетических секторов из стран масштабных капиталовложений, как государственных, так и частных. Я также хочу подчеркнуть, что деятельность региональных организаций по вопросам водопользования в Центральной Азии также должна отвечать интересам и потребностям всех стран, как Верховья, так и Низовья. Если этот принцип не соблюдается в их деятельности, то они должны быть соответствующим образом реформированы, чтобы соответствовать реалиям сегодняшнего дня. Предлагаю начать работу над возобновлением и совершенствованием сотрудничества в рамках соглашения об использовании водных и энергетических ресурсов реки Нарын-Сырдаря между Казахстаном, Кыргызстаном, Узбекистаном и Таджикстаном от 1998 года, которое предусматривает сбалансированный обмен водными и энергетическими ресурсами. Мы открыты и готовы к конструктивному и взаимовыгодному сотрудничеству по всему спектру водно-энергетических вопросов. Предлагаю создать в городе Бишкек региональный центр по внедрению в регионе Центральной Азии энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий, что позволило бы обеспечить рациональное использование водных и энергетических ресурсов в нашем регионе в целом. Сегодня мы в Кыргызстане меняем свой подход к водной политике, от пользовательской к природоохранной, суть которой заключается в обеспечении охраны, зоны формирования водных ресурсов, безопасности гидротехнических сооружений и формировании в полной информации об экологическом состоянии в верховьях рек, а также создании экономического механизма для сохранения единой экологической системы и устойчивого развития Кыргызской Республики. На международном уровне наша страна продвигает инициативы, направленные на устойчивое горное развитие, сохранение ледников и зоны формирования водных ресурсов. Аксиоматично осознание того неоспоримого факта, что без ледников не будет воды, а без воды нет жизни. Следует отметить, что нерешенность водно-энергетических проблем в одной стране может отражаться в вопросе обеспечения водой для других стран Центральной Азии. В этой связи мы предлагаем заинтересованным странам объединить усилия для привлечения в водный сектор Кыргызстана, как страны формирования почти половины водных ресурсов региона, инвестиций и внедрения современных технологий. Уверен, что это позволит не только более эффективно использовать водно-энергетические ресурсы, но и повысить устойчивость к различным природным воздействиям. Уважаемые коллеги, культурно-гуманитарные связи всегда остаются основой сотрудничества народов Центральной Азии. Наши народы связывают общая история, религия, культура и бесценные узы дружбы и добрососедства, что положительно отражалось и на развитии взаимоотношений между странами Центральной Азии. Выдающаяся роль в соединении двух великих цивилизаций с Запада и Востока сыграли народы Центральной Азии, являясь центральной частью Великого Шелкового Пути, который пролегал через Центральную Азию и связывал с остальным миром, обогащал материальную и духовную культуру всех вовлеченных в орбиту пути стран и народов. Уверен, что наши общие усилия в современных условиях принесут свои плоды, и мы сможем не только способствовать дальнейшему обогащению наших культур, но и подчеркнуть их истинную самобытность на мировой арене. В текущем году мы отмечаем 95-летие нашего земляка, выдающегося писателя Чингаза Айтматова, творчество которого ценят и почитают прежде всего наши народы. Я выражаю глубокую признательность за то, что в странах Центральной Азии пройдут торжественные мероприятия, приуроченные к этой юбилейной дате. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, Кыргызстан имеет тесные торгово-экономические связи со странами Центральной Азии. Наблюдается рост объемов внешней торговли и развитие инвестиционного сотрудничества. Анализ структуры экспорта и импорта стран Центральной Азии во взаимной торговле и в торговле с третьими странами показывает наличие большого нереализованного потенциала. Мы должны стремиться найти пути и средства для обеспечения лучшего функционирования и большей открытости рынков товаров и услуг, большей диверсификации взаимной торговли, что позволит сформировать общий экономический интерес. Наш регион должен стать связующим звеном между севером и югом, западом и востоком, при этом наращивая свой транспортно-коммуникационный потенциал и возможности выхода к морским портам. Нужна только политическая воля для устранения барьеров и препятствий. Улучшение процедур прохождения границ и транзита между нашими странами. В качестве только одного примера могу отметить недавнее открытие двух пунктов пропуска между Кыргызстаном и Узбекистаном, что позволило в несколько раз увеличить поток пересекающих границу гражданам двух стран, которые используют внутренние документы. Считаю, что оптимизация потока товаров и услуг через границы Центральной Азии требует упрощения таможенных процедур и создания эффективных транспортных и логистических сетей. Развитие и модернизация транспортной инфраструктуры, в том числе автомобильных, железных дорог и воздушных сообщений, необходимы для улучшения движения товаров и услуг в регионе. Хочу проинформировать, что переход на устойчивое развитие через продвижение принципов зеленой экономики рассматривается как национальный приоритет в среднесрочных и долгосрочных документах Кыргызской Республики. В частности, продвижение принципов зеленой экономики рассматривается через призму обеспечения сбалансированного экономического роста, экологическую безопасность и активное использование ресурсосберегающих и энергоэффективных технологий. В целях развития зеленой экономики и привлечения устойчивых инвестиций мы создаем государственную систему преференций. Одним из приоритетных направлений зеленого развития является внедрение зеленого финансирования, в связи с чем в Кыргызской Республике начато создание механизма финансирования зеленых проектов, одним из которых является создание зеленой финансовой корпорации. Уважаемые главы государств, касаясь вопроса совместного реагирования на вызовы и угрозы региональной безопасности, хотел бы отметить следующее. Для Кыргызстана мир и стабильность в Афганистане являются одним из приоритетных условий в системе региональной безопасности. События, происходящие в этой стране и вокруг нее, оказывают прямое влияние на обстановку в регионе. Кыргызская Республика глубоко заинтересована в мирном и стабильном Афганистане и готова развивать добрососедские отношения с этой страной. Вместе с тем, отмечая свою приверженность принципу невмешательства во внутренние дела Афганистана, Кыргызская Республика уважает право афганского народа на определение будущего своей страны на основе его исторического опыта, культуры, традиций и национального своеобразия. Мы проводим активную работу по куличевым вопросам афганской повестки дня, принимаем активное участие в реализации проектов и программ международных и региональных организаций на афганском направлении, а также в работе диалоговых площадок, направленных на скорейшее урегулирование ситуации в Афганистане. В июне и августе 2023 года в Афганистан были доставлены две партии гуманитарной помощи в виде лекарственных и медицинских препаратов. Другой спектр угроз для стран Центральной Азии формирует обстановка в Сирии, где в рядах международных террористических структур также принимают участие выходцы из стран Центральной Азии, которые, совершенствуя свой боевой опыт, продолжают дистанционную вербовку своих соотечественников. Кыргызская республика поддерживает все международные инициативы, направленные на достижение мира, спокойствия и стабильности в Афганистане и Сирии. С учетом вышеизложенного, кыргызская сторона считает важным дальнейшее расширение форм и направлений сотрудничества в области обеспечения безопасности в регионе и противодействия таким современным угрозам, как терроризм, экстремизм, трансграничная преступность, незаконный оборот наркотических средств и киберпреступность. Крайне важно развитие и обеспечение системы коллективной информационной безопасности и наращивание усилий по совместному противодействию киберугрозам, недопущению использования интернет-пространства, социальных сетей международными террористическими, религиозно-экстремическими и иными враждебными организациями. В данном контексте считаем важным тесное сотрудничество по линии Советов безопасности и компетентных органов стран Центральной Азии. Компетентным органам необходимо продолжить взаимодействие с акцентированием особого внимания на недопущение проникновения на территории стран Центральной Азии членов международно-террористических организаций. Уважаемые коллеги и дорогие друзья, в заключение хочу подчеркнуть значимость консультативных встреч глав государств Центральной Азии. Это дает нам возможность поделиться ведением и позициями по актуальным проблемам двустороннего и многостороннего характера, найти общие подходы и объединить усилия для поиска взаимоприемлемых решений. Считаю, что нерешаемых вопросов нет, нужна политическая воля. Кыргызская республика придает приоритетное значение развитию сотрудничества со странами Центральной Азии. Убежден в том, что потенциал сотрудничества огромен, а наше взаимодействие является прочной основой обеспечения стабильности, безопасности, мира, развития и процветания в регионе и далеко за его пределами. Нынешние кризисные условия мировой политики диктуют нашим странам необходимость еще более тесно сотрудничать с тем, чтобы защищать и продвигать общий интерес региона на мировой арене. Благодарю за внимание.